Ребята, всем привет! Сегодня мы построим легендарный танк КВ-6, но сначала я немножко расскажу вам о нём и покажу на что он способен. КВ-6 также называли танк Бегемот. Первый опытный образец был построен в 1941 году. Его экипаж составлял 15 человек. Танк должен был обладать тремя башнями, каждый из которых имел свой тип орудия, а именно мортира, противотанковая пушка и реактивный миномёт. Длина танка составляла более 11 метров. В первом же бою, который проходил в сильном тумане, задняя башня случайно подстрелилась в среднюю башню, что полностью уничтожило танк. В 1942 году очередной КВ-6 в первом же бою, преодолевая ров, сломался пополам. Искра подожгла топливо огнемётов и произошёл взрыв снарядов, что полностью уничтожило танк. Ширина танка была 3 метра, высота 4,5 метра, скорость по дороге составляла 21 км в час. Это был проект трёхбашенного тяжёлого танка, также называемого Сталинским оркестром. Весил 138 тонн. Ребята, в сегодняшнем туториале мы построим только корпус и пушки. Как построить гусеницы, вы можете посмотреть в моём видео, ссылка в описании. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, напишите мне их в комментариях, я постараюсь ответить. Теперь посмотрим, как он себя ведёт в боевой обстановке. В этом эпизоде я покажу мощь КВ-6 против Яги Е100 моего подписчика. Здесь мне удалось его закрутить и нанести удар сбоку. Конечно, когда Яга попадала по мне, мой танк также разваливался. В этом эпизоде мой подписчик на своём огромном тракторе хотел распилить меня. В этом эпизоде я использую дымовую зависту из салютов, чтобы скрыть своё местоположение от Яги и внезапно его атаковать. Время туториала! Сейчас мы берём гусеницы из прошлого видео и поднимаем высоту кресла. Я поднял платформу, удалил стульчик и сейчас поставлю его заново. Но сначала построю ещё одну платформу, которая будет закрывать все гусеницы сверху. Это будет корпус. Продолеваем его немного дальше гусениц, потому что гусеницы у нас ещё растянутся. И проводим рядом с гусеницами. И сверху ставим стульчик, удаляем его, ставим ещё один стульчик. Это чтобы отвязать всё по-быстрому. И облегчить себе работу. Теперь выделяем 4 левых колеса, привязываем их на клавишу Е и на Т. Потом выделяем 4 правых колеса и ставим клавишу Кью и Т. Теперь выделяем все 8 поршней и привязываем их на клавишу Х, а потом З. И сохраняем. И теперь нам нужно провести тест. Забираемся, нажимаем клавишу Z, растягиваем гусеницы и проверяем. Если гусеницы у нас поворачивают, крутятся, всё работает, значит всё правильно. Теперь продолеваем немного дальше. Вот так. И чтобы выглядело всё более красиво, мы вот здесь ставим пластиковый блок. Лучше строить всего из пластика. Сейчас я вам скажу почему. Потому что пластик весит очень... Вообще почти ничего не весит, и так гусеницы работают. А то если слишком тяжелая постройка, то тогда гусеницы не работают. И строим точно такую же, как с другой стороны. И проверяем. Если у нас гусеницы работают, поворачивают вправо-влево, то значит у нас всё правильно. Перекрасим нижнюю платформу, чтобы было более удобно. И здесь расширяем блок и ставим его здесь. Закрываем половину платформы. Здесь ставим колесо. А потом нам этот же блок нужно продлить до конца. Почти до конца. Теперь ставим масштаб на 0.2 и поднижаем на одно деление. Это нужно для того, чтобы колесо крутилось. Теперь рядом со стульчиком нужно построить стенки. Вот так вот. И сзади нужно точно такое же колесо поставить. Половина, потом колесо и потом продлеваем на максимум. Ставим масштаб на 0.2 и масштабируем на одно деление вниз. И также вот эти вот стенки тоже. И сохраняем слот. Теперь отключаем анчор, проверяем, всё работает. Рекомендую почаще проверять. Вот у меня поворачивает право-лево, назад едет, вперёд едет. Так, а сейчас мы построим быстренько стенки вокруг кресла. И также ставим место для двери. Готово. И здесь сверху тоже строим. Теперь ставим колеса. Я смотрю, колесо слишком высоко стоит, поэтому делаем то же самое, как и с корпусом. Подливаем и на деление 0.5 пониже делаем. Теперь у нас стоят тут колеса. Теперь ставим блок и масштабируем и строим здесь башни. Вот я и закончила строить эту башню, поэтому приступаю к строительству основной башни. И ещё задней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это заняло у меня несколько минут. Теперь отключаем фиксацию и проверяем. Начагиваем гусеницы и у меня всё работает. Крутимся вправо-лево, но башни нам ещё надо настроить, а то они как-то слишком быстро крутятся. Здесь можно добавить наклонную броню для красоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот прокрою и здесь добавлю немножко. Всё готово. Здесь немножко повыше подыму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы переходим к раскраске. Раскрашиваем разные цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зелёного оттенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у вас есть звёздочка, можете её поставить. И перекрасить красный цвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь выделяем эти три колеса отверткой или нажимаем клавишу выделить все. Ставим включающий момент на зелёный. Теперь выделяем эти все три колеса и ставим скорость колеса на единичку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы берём пушки, ставим вот здесь 10 штук. Вот так вот смотрим камерой. Встаём к пушке. Можно зайти внутрь вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как правильно встали, ставим 10 пушек. Просто кликаем 10 раз. Теперь ставим блок пластика и масштабируем его, и закрываем эти пушки. Также тут появляются индикаторы, когда наши пушки перезарядились. Такой вот жёлтый огонь. Здесь сверху есть ещё одна пушка. Тут можно поставить штук три. Раз, два, три. И немножко их привязать, замасштабировать и поставить прозрачность на 100%. Потом, кликая, можно выделить другую пушку. Поставить тоже прозрачность на 100%. И вот так. Сзади тоже нужно поставить пару пушек. Я вот так вот поставлю одну. Просто одну ставлю, потом ставлю ей прозрачность на 100%. Отвязываю её от кресла и привязываю на клавишу Т. Потому что это задняя пушка. И ставлю ещё одну пушку. Просто если вы сразу много поставите, тогда очень сложно будет их настраивать. Отвязываю, привязываю на клавишу Т. И прозрачность на 100% надо не забыть поставить. Также вот здесь ещё верхнюю пушку также сделаю. Прозрачность на 100%. Здесь поставлю ещё одну пушечку. Отвяжу её. И тут можно поставить клавишу R. Или оставить на F. Автоматически у нас привязывается клавиша F. Поэтому когда мы на клавишу F нажмём, мы стрелим из главного орудия. Здесь ставим пушек 4 штуки. Можно 3. Ставим продажность на 100%. И тут невозможно выделить самую последнюю пушку. Поэтому заходим внутрь и удаляем её. И сохраняем. Теперь нам нужно сделать дверь. Берём блок пластика. Встанем его здесь. И масштабируем. Но нужно оставить небольшое деление отверстия. Чтобы она могла открываться. Делаем тонкой. Можем отключить коллижи, чтобы проходить сквозь неё. Но сейчас мы будем делать, чтобы она открывалась. Находим внутрь. Ставим 4 поршня. Первые 3 удаляем. И теперь нам нужно настроить эту поршень. Ставим в движение на 1 блок. И нажимаем. Ещё раз нажимаем. Вот так вот хорошо задвинулась. Здесь я немного замасштабирую. Чтобы отивязалась всё. Здесь поставлю блок пластика. И к стенке привяжу поршень. И поставлю где-то на пятёрочку. Но как видите, это слишком много. Поставлю на 3 блока. Вот так более-менее. Здесь немножко можно замасштабировать. И сохраняем. Также покрашу какой-нибудь тёмно-зелёный цвет. И теперь всё это привяжу к кнопке. Оставлю обычную кнопку вот так сбоку. Теперь нужно выделить эти два поршня и привязать сюда. Кнопочки. И отвязать эти два поршня от стулчика. И проверяем дверку. Нажимаем на кнопочку. У нас она открывается. Теперь мы выделяем все эти три колеса. И отсоединяем их от стулчика. И привязываем по отдельности. Здесь верхнюю я поставлю на клавиши ДА. Все клавиши вы видите сейчас на экране. Ставлю ДА. Передняя на ВС. А задняя на НБ. Если хотите, можете привязать на другие. Которые вам будут удобны. Ещё задняя осталась мне. Н и Б. Всё готово. И сохраняем. Теперь нам нужно поставить противовесы. Чтобы танк у нас не переворачивался. Потому что он слишком лёгкий. Даже обычная пушка тяжелее, чем весь танк. Вот так. Ставим либо железные блоки, либо железный забор. Чтобы у нас танк не переворачивался. А вот сейчас всё работает. Крутится. Но всё-таки небольшой дисбаланс. Баланса нету. Поэтому поставим ещё два забора между этим. Вот так вот. А также, если хотите, можете добавить броню. Чтобы вас одного выстрела не уничтожали. Клавишами Д, А можно поворачивать главную башню. Клавишами Ц, В можно поворачивать переднюю башню. Клавишами Б, Н заднюю башню. А также клавишами Р, Т, Ф можно активировать пушки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Уху Геймс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok